Практическая психология Да Вот кто-то говорит, что наша жизнь уже не будет прежней После того, как появились эти социальные сети Все чаще и чаще их начинают ругать Кто-то наоборот их хвалит и говорит, как здорово, что они есть Но, наверное, у любой медали есть две стороны, да? Да, конечно Давайте мы сегодня это раскроем Давайте Вот я вот на такой, как это сказать, предшествующей, наверное, теме Сделали новое фото, совсем не нужно бегать по друзьям и показывать Или ждать, когда они в гости придут Сразу же выложили, да? И тут уже самооценка растет, если фотография хорошая, да? Тебе там много лайков Пишут всякие комментарии о том, что ты прекрасна, волшебна Какая-то замечательная, да? Удобно? Удобно Да Если плохое настроение у тебя Ты там написала о том, что вот что-то всего плохое настроение Кто-то там тебя поддержал Кто-то там, может, гадости каких-то наговорил Вот именно Но, тем не менее, ты чувствуешь, что ты, даже если, например, не выходишь из дома Что ты как будто бы общаешься, видимо, с общением Ты не одна Да Вот давайте пока попробуем вот эти даже стороны обсудить С точки зрения психологии, что есть что И как главное, чтобы не сети нами управляли социальные А чтобы мы четко понимали, да, что они для нас значат Да, давайте поговорим о социальных сетях Итак, конечно, социальные сети, мне кажется, это, ну, замечательное изобретение Вообще просто замечательно Потому что оно настолько сближает людей Мы сейчас можем быть друг с другом Даже если мы физически на расстоянии Мы можем общаться вот в режиме онлайн, да, непосредственно практически То есть мы можем быть в курсе всех дел человека, даже если он от нас далеко Раньше, если твой друг, подруга переезжал в другой город Ну, когда-то давно, да, это было практически вот Равно смерти, да? Да, всё Как будто вот ты его теряешь, да? Да, потому что редкие письма раз в полгода, может быть, встречи раз в пять лет Это всё, на что люди могли быть способны сейчас Это никак не влияет Удалённость твоего друга никак не влияет на ваши отношения То есть мы раздвинули эти самые границы, да? Абсолютно И теперь чётко понимаем, что я могу чувствовать, понимать, слышать тебя, да? Благодаря вот этим социальным сетям Это потрясающее, конечно, изобретение То есть независимо от того, где твой друг, где твой знакомый, где человек, с которым ты хочешь общаться Где он расположен, он рядом с тобой практически Отлично, соглашусь Но вот вы знаете, я честно скучаю по тем временам Наверное, в прошлой жизни, которые у меня были Это когда, знаете, Татьяна Онегину пишет письмо О том, как она любит, что она чувствует, о чём она думает Потом она посылает и ждёт ответа Потом этот ответ, может быть, где-то задерживается А она ведь в это время живёт, страдает, любит, наслаждается и всё это делает А сейчас ты не тот смайлик послала? Или ты не то что-то сказала? Или не так тебя поняли? И можно сразу же за одну секунду превратиться из другого врага? Да, можно Но точно так же можно и в реальной жизни превратиться, сказав одно неверное слово Недаром же есть такая шутка, да? Если вы девушке не послали смайлик с пожеланием доброй ночи Считайте, что война уже объявлена Это вот как раз та, наверное, обратная сторона социальных сетей Которая, ну вот иногда, вот честно скажу, прям признаюсь Как человек, много очень занимающийся отношениями И я вижу, как влияют социальные сети на, в основном, на девочек Хотя и на мальчиков тоже Вот иногда хочется руки оборвать тем, кто эти посты Вот и какие-нибудь там, не знаю, мотивирующие штучки Выкладывают, кто наполняет группы для девочек Вот ужас, что написано Об этом мы поговорим Да, мы поговорим чуть позже Об этом поговорим Хорошо, и так возвращаемся Значит, всё-таки мы за то, что здорово, что есть социальные сети Да, однозначно Но есть там и минусы Конечно Как у каждой, ну у всего есть обратная сторона И не признавать этого, ну недальновидно, да, наверное И в социальных сетях есть огромные минусы Которые надо бы учитывать И пользоваться социальными сетями, так сказать, разумно и во благо А нет, ну не верить всему тому, наверное, что там пишут Потому что информации много И она точно не всегда хорошего качества Вот точно Хорошо, давайте тогда сейчас вот немножко судим, да, нашу тему Отношений между мужчиной и женщиной В социальных сетях Как это влияет на выстраивание, во-первых, сначала взаимоотношений Ну, начнём, наверное, со знакомства, да? Во-первых, опять же, огромный плюс социальным сетям в том, что это расширило возможности для знакомства Да, просто мы сейчас живём в такой быстрый век Мы очень ускорились Мы не можем так, как вот Не только когда Онегин с Татьяной писали Даже в 80-е годы, вот вспомнить нашу школу Мы так уже не можем Мы очень медленно тогда жили Сейчас мы живём быстро И социальные сети – это прекрасная площадка для знакомств И оттуда выходят, кстати, замечательные пары Познакомившись в интернете Ничего там такого страшного нет Хотя бытует мнение, что как это вы там Нет, это ещё один вид коммуникации, да? Конечно, конечно Который может привести тебя в счастливую семейную жизнь Да, вполне достойный, вполне себе правильный, да? Если правильно общаться Ну, правильно общаться надо хоть в реальности, хоть в социальных сетях, без разницы Так что в этом смысле, в плане знакомства социальные сети – это шикарный инструмент Просто вот замечательный, да? В плане знакомства, наверное, даже ни одного минуса нет Потому что это глобальный плюс То есть главное, чтобы… Есть, наверное, вот какой момент Главное, чтобы вот это виртуальное знакомство всё-таки имело под собой потом почву реального знакомства Да Чтобы, если вы девушки, например, или юноши понимаете, что с вами в течение полутора лет девушка переписывается И ни разу вы с ней не прогулялись по парку То где там вообще реальный человек, да? Ну, вот это, наверное, один из гигантских минусов отношений Почему? Потому что очень часто… Я знаю таких немало примеров, когда люди заводят отношения именно виртуальные И общаются в социальных сетях Ну, вот прям… То есть это удобно такая, да? Такой человек считает, что он в отношениях Что у него есть партнёр Давайте вот подробнее про это Про этот вид отношений Потому что на самом деле это ведь заблуждение Гигантское заблуждение Хотя иллюзия, что у меня есть отношения, она есть Ну, я же каждое утро говорю «Доброе утро», «Дорогой», да? Я каждый раз интересуюсь, как ты там себя чувствуешь, чем ты живёшь И я получаю ответ То есть в ответ-то не тишина, да? Конечно, и у меня есть… Ну, я делюсь своими переживаниями Человек мне отвечает, человек меня слушает Да, и мне кажется, что у меня совершенно полноценные отношения Хотя это абсолютно далеко от реальности Почему? Потому что мы с вами знаем, что отношения – это такие три основные кита Это общее хозяйство Это общий холодильник, это секс Без этого никак А если вы полтора года или два года Только лишь пишете друг другу про свои чувства, про свои отношения Ещё про что-то, да, про своё настроение То там ни холодильника общего, ни квадратных метров, ни секса нет Ну, современные люди могут сказать А зачем нет? Во-первых, зачем? Во-вторых, боже, как вы меркантильны, какое общее хозяйство, какой холодильник, у нас высокие чувства Ну, а секс может сейчас… И с другим, да? Ну, нет, почему? Мы сейчас можем там включить скайп, и у нас будет там, ну, какая-то иллюзия Да, тоже Но в чём тут огромное заблуждение, и почему это так негативно влияет, вот такой вид отношений? Потому что что говорят обычно про отношения? Что там люди должны притираться друг к другу, да? Что это значит? Это что-то друг к другу прощать, где-то молчать Проходить какие-то компромиссы Где-то терпеть плохое настроение, где-то подстраиваться, где-то, наоборот, чувствовать другого человека Понимать, где я могу сейчас надавить, да, а где мне лучше отойти в сторону То есть не всегда наш партнёр, с которым мы живём, он прям вот для нас всегда желанен и светлый к ней Иногда бывает, что тебе хочется побыть одной, тебе хочется не разговаривать Тебе хочется, там, я не знаю, ну, как-то отстраниться немножко, да? И для того, чтобы это в реальности себе устроить, надо очень много усилий прилагать Да, надо знать, как, как построиться, как сказать, в какое время, да, где помолчать, где сказать То есть обрести такой житейский опыт, да? Да, это вот умение жить совместно, умение делить общее пространство В интернете общего пространства нет Там я этими отношениями рулю так, как я хочу То есть, например, мне надоело общаться, ну, устала я, да И там фильм идёт какой-то, вот у меня сейчас, значит, я, окей, я вышла И всё, и нету И я опять одна Извините, у меня в реальной жизни, даже если фильм какой-то начинается От мужа не так-то легко избавиться бывает, если он жаждет общения То есть там приходится выбирать, идти на компромисс Здесь ничего не надо Здесь можно нажать кнопку и выйти из интернета И всё легко И не происходит вот этого вот, да, притирания друг к другу Не происходит опыта общения Человек не учится общаться, человек учится быть один С иллюзией того, что у него есть отношения У него есть отношения При этом ещё есть такая штучка в этих же отношениях, да Когда ты пишешь слова, у тебя есть время на подумать Ты можешь написать, прочитать Стереть Переписать ещё раз Если тебя зашкаливают эмоции, ты можешь выйти из-за компьютера, походить, попить водички, снова прийти В реальной жизни такого не бывает Да В реальной жизни слова не воробьи, вылетят, не поймаешь Поэтому надо очень быстро, прямо в момент того, как ты говоришь, подбирать эти слова Отслеживать то ли ты сказать, можно ли это сказать То есть в реальности, когда эти люди, например, встречаются, да То они тоже сталкиваются с теми же самыми процессами, которые мы проживаем в нормальных живых отношениях Да, и эти отношения всегда бывают, как бы, могут устоять Однозначно они всегда могут устоять Потому что у них-то иллюзия, что мы уже, например, полтора года в отношениях И мы уже много чего друг про друга знаем А в реальности встречаются, и вот пошло Тут ты меня напрягаешь, здесь мне уже что-то как-то некомфортно с тобой Я тебе слово сказала, ты его не так... Смайликов-то нет Я не могу сейчас, я что-то там сказал Я не могу подстроить улыбающуюся рожицу, чтобы ты меня понял правильно Ты меня понял, потому что я вот как бы по тембру голоса, по интонации Оказалось, что это совсем другое подбирать Вот эти вот вещи, они не смайлики круглые И тут действительно не скорректировать уже слова Не взять время, погоди, сейчас я подумаю, как тебе ответить Такого не бывает Ну, кстати, хорошая фраза Погоди, я сейчас подумаю, как мне тебя ответить Да, сейчас, погоди, сейчас я фразу сформулирую Я попробую найти тот смайлик, который должен выразить все мои эмоции по поводу твоих сказных слов То есть когда мы, это же эмоции, мы учимся управлять эмоциями Мы учимся подбирать слова быстро, то есть мозг работает в очень быстром режиме А там он такой, вялотекущий И когда мне надоедает, я... Ну, извини, дорогой, мне пора бежать И я исчезла Хорошо Итак, тема знакомства Знакомство все-таки, например, там состоялось, да Ну, или не состоялось, уже там не важно Я только еще один пункт хочу сказать Очень часто сейчас встречаются, например, там девушки, клиентки, да Женщины, которые рассказывают про историю, как они очень долгое время списывались вот так же в отношениях, знакомились с иностранцами, да И эта история у кого-то заканчивается хэппи-эндом, но чаще всего заканчивается тем, что у них начинают просить деньги Там, да, на какие-то там какие-то истории Она говорит, я просто была уверена, что у нас уже там чуть ли не скоро будет приглашение там съездить там где-то встретиться, да А тут вдруг как будто он попал в какую-то там неприятность, да, и ему срочно нужны деньги Да, то есть вот эти вещи, они тоже, это тоже показатели вот этих социальных сетей, да То есть к тебе втираются в доверие, да Ты открываешься, ты уже влюбляешься или там, да, или там испытываешь какие-то чувства И потом вдруг вот все вот так накрывается медным тазом, печально И женщины, чаще всего женщины, да, в таких ситуациях оказываются Они на самом деле оказываются в очень тяжелой ситуации психологической Потому что это были длительные отношения, иллюзии отношений, да Во-вторых, это получился обман, это получилась трагедия, это получилось состояние депрессии потом, да Из которой надо выбраться, особенно если, например, женщина там уже там за 50 лет То есть когда уже кажется, что ну вот, неужели это случилось, вот это сейчас сказкой будет в моей жизни И раз и сказки не произошло То есть всегда нужно включать этого внутреннего критика, правильно, да Дай бог, чтобы он ни у одного из нас не спал Говорил, так, ну-ка давай посмотрим, слишком тут все сладко, слишком тут все гладко Ну-ка посмотри, вот тут ли, сейчас меня, конечно, могут слушатели сказать Ну что вы такая циничная Почему циничная? Вопрос безопасности личный, он очень важен И социальные сети, конечно, они открыли ведь двери не только людям для общения Но для мошенничества тоже, как реальная жизнь То есть надо понимать, что это пусть не совсем реальная, но это слепок с реальной жизнью И здесь те же самые отношения с нюансами, но те же самые Хорошо, а как же влияют социальные сети на отношения между мужем и женой? Вот представляете история, да, например, женщина приходит с работы, там, готовит ужин, ухаживает с детьми А муж приходит с работы, садится и начинает общаться в социальных сетях И женщина говорит, ну, он у меня, я так смотрю из-за плеча, какой-то Маша пишет Потом смотрю, какой-то Даша пишет, потом какой-то там Оле, там, Свете, еще что-то Она говорит, ну, я хочу его вызвать на разговоры А он не идет на разговоры То есть вот если бы не эти социальные сети, то у нас было бы все хорошо Он бы мне помогал купать малышей, мы бы там вместе чистили картошку, еще что-то делали Итак, что вы скажете по этому поводу? Еще одна иллюзия Я помню свое детство Мое детство прошло в самое начало, прошло в прекрасной коммунальной квартире Это, в общем, шикарное воспоминание 80-х годов, 70-х И я вам честно скажу, там было пять семей в одном коридоре У нас не было социальных сетей И все пять женщин готовили, стирали ухо, смотрели за детьми и учили с ними уроки А мужчины все, не было социальных сетей Но они играли в шахматы, они играли в карты И то есть они не помогали купать детей Это не вина социальных сетей Это, во-первых, несколько не мужская роль Как бы женщинам не хотелось разделить обязанности пополам, этого не получится И, во-вторых, если так вот совсем критично подойти к ситуации Это ведь, получается, мне как женщине обратная связь Что мой мужчина, ему интересно там с Машами, Олями и Дашами Почему? Нет, могут быть варианты, что он действительно такой ловелас И ему просто вот, ну вот Жизнь необходима для поддержания своей самооценки Огромное количество дружить с девушкой Я же ведь с ними не сплю, я же с ними всего лишь дружу Вот так Может быть это, да Но чаще всего То есть чаще всего это обратная связь мне Что мне надо сделать, чтобы я его интересовала как женщина Я не могу его насильно заставить интересоваться мной Интерес – это такая штука, его насильно не сделать Да, никаким образом То есть что мне надо сделать, чтобы он Так, Маше, Даше, до свидания Где моя жена? Вот она, да Понятно, что это сложно Это сложно сделать Гораздо проще обвинить мужчину и социальные сети, и Маше, и Дашей Не взять ответственность на себя Вот мне, кстати, часто говорят о том, что мы с вами мужчин Постоянно защищаем в программах Ой, да Ой, я люблю мужчин И всё говорим Женщины, вы сами должны всё сделать Всё сделать своими собственными руками Мне тут даже пошутили Вы уж не проплачивали нам какие-то Мужские организации по этому поводу Наташа, скажите Тем не менее Вообще можно, как нужно правильно договариваться со своим мужем Если вот вы сейчас в отношениях Если меня, например, действительно ранит То, что он очень много времени уделяет социальным сетям Если я действительно вижу, что он общается с девушками С которыми, например, ну я их которых не знаю, да, к примеру В принципе, то же самое может быть и в отношении, например Мужчины видят, что жена общается в социальных сетях И не только со своими подругами Ведь у нас ведь нигде не прописано по законодательству Что ты не можешь общаться с противоположным полом То есть вот вы специалист по отношениям Порекомендуйте нам Как должны договариваться люди в браке? Честно говоря, я не знаю, как можно так договориться Потому что если мужчине, или же без разницы, да Интереснее, интересно общаться с противоположным полом в интернете То даже если я сейчас устрою скандал Я буду кричать Я выключу дома Wi-Fi Мой партнер это не маленький котенок Я не смогу его положить в карман И контролировать 24 часа в сутки Он уйдет на работу И там будет Вопрос намного глубже Я считаю, что не надо заставлять человека Себя обманывать Ну меня в смысле, да Если я сейчас вижу, что он с кем-то общается Это для меня маркер, показатель Ваших отношений, в наших отношениях что-то не так Давай, давай делай что-то Почему я должна делать, а не он? Потому что это мне не нравится Ему-то все нравится, ему-то хорошо Он не будет ничего делать, у него все хорошо Раз мне не нравится, то я быстренько Собираю мозги в кучку И соображаю, что мне делать Ну еще одна позиция Я сейчас ее, например, озвучиваю Для меня не имеет значения пол Если мне надо кому-то написать Или с кем-то пообщаться То я беру и пишу Независимо от того, что там думают По этому поводу мой муж Да? Тоже, может быть так жестко Но тут я как личность Не могу, когда меня ограничивают Не вопрос, я вот Это моя позиция Да, я это сразу же озвучиваю Я просто, я точно так же Вы или с этим соглашаетесь Да? Или не соглашаетесь Ну тут ведь вопрос Я вот, например, очень много общаюсь В социальных сетях И у меня кроме психологии Я очень увлекаюсь политикой Учеба на историческом факультете Очень сильно этому способствует История и еще чему-то Поэтому я много общаюсь И мне без разницы, какого пола Моего собеседника Действительно так Но это ведь сразу понятно На какие Либо у вас там Либо ты скрываешь это Да, конечно Стираешь переписку Конечно Надо всегда четко себе задать вопрос Вообще, что меня там беспокоит Да? Да, конечно В этих социальных сетях Например, по отношению с мужем Что меня беспокоит по отношению с женой То есть если он сидит и переписывается с женщиной И встает из-за стола за чаем У него там полностью открыт контакт То он вообще никаким образом не смотрит За тем, что зашла ли туда его жена То есть люди реально Мы можем общаться сейчас же по интересам Кстати, по интересам Вот давайте рассмотрим тему Социальные сети и люди по интересам Раньше, например, да Вот как вы сказали Вот карты, шахматы, домино Да, вот это и было А сейчас посмотрите Как сильно социальные сети Открывают нам с вами Вот этот мир интересов Вот это еще один огромный плюс Действительно Люди могут общаться Говорю, с разных точек страны Объединенные общими интересами И они общаются просто Вот в режиме реального времени Это обменивается чем-то Какие-то идеи двигают Да, там Это то, что объединяет людей И это, говорю, это огромный плюс Социальных сетей Хорошо Давайте вернемся про отношения К мужчинам и женщинам И поговорим про плюсы И про минусы Вот классно Что-то было Какие-то заготовочки Ну, одна из Больших минусов Это то, что действительно Люди живут В онлайн-отношениях В полной иллюзии Что они в отношениях Я прямо уже знаю таких женщин Которые говорят У меня прекрасные, долгие отношения Мы два года уже с человеком Там переписываем Сидят От полутора до трех у меня были Те, которые приходили И это Такие отношения Вряд ли когда-то станут реальными То есть Можно так жить Если отдавать себе в этом отчет В том, что это не сами отношения А их суррогат Не вопрос В принципе, в этой жизни Все можно Если ты понимаешь, что это такое И как с этим справиться Ну, конечно Что касается минусов У меня просто гигантские Претензии к социальным сетям В каком плане В том, что они Формируют представление Молодежи В основном девушек Ну и молодых людей, конечно Тоже формируют Идеалы Во-первых, мужчины и женщины Во-вторых, идеал самих отношений И это Настолько далеко от реальности И это так потом болезненно Так люди бьются А реальность Просто ведь Мне кажется В кровь То есть вот эти создания Красивых картинок Да Что вот она Вот такая семейная жизнь Должна быть Вот выглядеть Вот таким вот Таким вот сладким образом Да А потом И девочка Читающая это Да Стремится к нечто подобное Она думает Что это То есть Как мы раньше были воспитаны На сказках Мы же все воспитаны На сказках Да И мы думаем Что вот Сказочная жизнь Она Где же эта фея Да Вот она такая То есть И жили они Долго и счастливо Чтобы Чтобы жить долго Там не всегда Только счастье Но об этом же Никто не говорит Вот А социальные сети Говорят совсем о другом Они же нас учат Во-первых Какой должен быть мужчина Вот я Я прям Сейчас прям Почитаю вам Зачитайте А то мы не в курсе Я специально это все Значит Вытащила из социальных сетей Парочку фраз Значит Где тут у меня Настоящий мужчина Входит в твою жизнь Несмотря на ссоры и проблемы И остается в ней навсегда То есть Если мужчина настоящий То он будет терпеть Все ссоры Все капризы Ну в принципе все И он останется Со мной навсегда А если он от меня ушел Значит Он не настоящий мужчина И это он виноват Это не я Тут что-то немножко Так натворила Это он Плохой Да В такое легко поверить Это же ты снимаешь Ответственность Со своих плеч Да Я страницу Тут надергиваю И перекладываешь их на мужчину Только вот прям Сегодня за утро Есть еще просто Шикарная фраза Не могу ее не прочитать Мне она дико нравится И от социальных сетей Я вот лично Тоже считаю Что если мужик Не ошалел от вас И не позвал замуж В первые полгода То дальше смысла С ним возиться нет Негодный мужик То есть Это вот не я Должна что-то делать Чтобы быть привлекательной Чтобы как-то Выстроить эти отношения Между нами Да Это Я по определению Звезда И если он В первые полгода Мне не сделал предложение То вычеркиваем И это не Не во мне причина А это он негодный Это вот Это перекладывание Ответственности На другого человека Это адская штука Вот эти все посты И серия о том Ты должен любить меня Такой Какая я есть С одной стороны Конечно Но с другой стороны Безусловно Любят тебя только родители И то Да Крайне редко Не всегда А тут совершенно другой человек Почему ты решила Что он Пришел в этот мир Для того Чтобы тебя терпеть И чтобы около тебя сидеть И чтобы положить Весь мир к твоим ногам У него так-то Свои задачи И цели в этой жизни Своё предназначение И будет прекрасно Если вы найдёте общий язык И пойдёте Как бы по жизни вместе Но Но точно не жить Ради друг друга Да не жить ради друг друга Потому что отношения Это хорошие отношения Это встреча двух автономных людей Да Которые могут быть вместе А могут и не быть вместе Которые создают этот мир между собой Но не Это не сообщающиеся сосуды Которые ослепляются И потом жить друг без друга Вот И опять-таки Мы возвращаемся к социальным сетям То есть когда мы с вами Читаем это Когда мы видим Эти красивые картинки Мы должны чётко понимать Что наш внутренний критик Тот самый Трезвый, реальный Да Должен понимать Что ну да Красивые слова Ну да Красивая картинка Да Но в жизни Очень многое зависит От меня самой Или от меня самого Да И наши отношения Прежде всего Да Да Хорошо Что у нас там Ещё плюсовое такое Ну вот Плюсовое наверное Это то Что вот эта близость Безумная близость Настолько мы стали близки Друг другу Настолько мы доступны Всегда Что Говорю это Ещё у меня есть Такой вопрос Но это сейчас Мы уже Перейдём Хотелось бы вообще Про влияние социальных сетей На детей На подростков Сделать отдельную программу Да Но тем не менее Очень большая тема Мы про это Обязательно проговорим Но тем не менее Вот у меня Письмо Где спрашивают Скажите пожалуйста В каком возрасте Детям можно заводить Странички В социальных сетях Девочки Дочке Двенадцать лет Очень просит А я не разрешаю Так как папа военный Ну вот Там наверное Есть определённые Такие критерии Возможно Я знаю что У семьи УВД Судьи Прокуроры Все остальные Ну как вообще Все кто в системе Им вообще не разрешается Заводить вот эти Социальные странички Ну а детям ведь хочется Да Вообще Есть ли какие-то Такие данные Что вот психологи говорят Что например Там там До там Десяти лет Ни в коем случае Детей в социальной сети Нельзя допускать Там да Как ваше мнение Ну я бы конечно Не стала Вот до десяти Бы точно не допускала Но опять же Судя по тем детям Которые вот вокруг Меня вращаются Меньшего возраста В основном Если Страничка У детей Меньше Десяти лет То в принципе Они там Просто играют в игры Смотрят котиков Да И ничего там Такого ужасного Нет Нет у них Еще таких Каких-то Адских интересов Естественно Если ты ребенок Маленький Мониторить то Кто пишет Вашему ребенку Необходимо И в таком возрасте Это еще возможно В том то и дело Что я могу Контролировать Все что Что пишет Да Мой ребенок И что ему пишут Вот Если это ребенок Уже чуть постаршего возраста Двенадцать Тринадцать лет Тут мама просто Рискует Очень сильно Нарваться На обман Со стороны дочери Она зарегистрирует Страничку А мама Об этом знать Не будет Обозвать можно себя Как угодно Да Хоть там Машей Петровой Машей Ивановой И мама никогда Не узнает Что это страничка Ее дочери А выходить Я в нее буду Например С телефона Сейчас у всех Смартфоны Поэтому мне кажется Есть такой момент Как Все-таки Детям Мы покупаем Сим-карты Потому что Она паспорт На свой Мы вместе Например В определенном возрасте Договариваемся Что там Давай вместе Зарегистрируем С тобой Эту страничку На мой телефон Я вхожу В качестве друга На эту страничку То есть Я подписываюсь На своего ребенка Ну и хотя бы Имею Может опять-таки Иллюзию Кто-то сейчас Мне скажет Но тем не менее Имею Какую-то иллюзию Смотрю Какую музыку Слушает мой ребенок Какие игры Он играет Кто у него В друзьях Числится То есть Все равно Как говорят До 18-летнего возраста Мы все-таки Несем ответственность За наших детей То давайте Тогда не будем Сбрасывать И социальные Странички Странички своих детей В социальных сетях Тоже Будем По возможности Контролировать По возможности Да Но это очень Большая тема Я Вот имею Пережитый опыт Да У меня ребенку 16 лет Я понимаю Что это такое И честно говоря Если вы будете Вот дружить В социальных сетях Со своим ребенком Дети ведь Если отношения Хорошо складываются Они ведь очень Доверяют родителям Они в принципе-то Не особо что Скрывают То есть Если не Не сильно ругать За то Что ты там Что-то такое Крамольное Заметил То они будут Доверять И можно Практически полностью Это все контролировать И вот Лучше Чтобы у ребенка Была страничка И она была Под моим контролем Чем ее не было А он все равно Какой-то момент Страх перед мамой Будет меньше Чем желание Завести страничку И он ее заведет А вы об этом Знать не будете У нас экономлены Какие-нибудь Деньги Купит Сим-карту 14 лет Сейчас паспорт Он дает Он купит Эту сим-карту Зарегистрирует Страничку А вы даже Знать не будете А там будет Все что угодно Да Действительно так Ну еще В завершении Нашей программы Сколько у нас Еще есть минут В завершении Нашей программы Еще немного Хочется зачитать Как минимизировать Вред социальных сетей Оказывается Вот и такая У нас информация Есть Итак Регулируйте время Отведенное На посещение Социальных ресурсов Совсем не обязательно Заходить туда ежедневно Если у вас В этом нет Острой необходимости Давайте будем Говорить про то Что социальные сети Это ведь еще Своего рода Такая зависимость Аддиктивное поведение Никуда его не деть Если нас Я сегодня Не зашла В какую-то Социальную сеть И не ответила На что-то Или не посмотрела Как живут соседи Лучшие подруги Или друзья Ощущение Что день не удался Бывают же Такие моменты Недаром сейчас говорят Что есть интернет Зависимые люди То же самое Как алкоголизм И наркомания Итак Проверьте Сегодня себя На вот эту Зависимость Можете ли вы Например Сутки не заходить В социальные сети Не общаться У меня был опыт Такой Я в течение всего лета В том году Практически не общалась Не выкладывала Никакие свои посты Не читала Ничего Не потому что Какая-то была Трудная жизненная ситуация А потому что Я просто себе Проверяла Насколько я Зависима От всего этого И насколько Моя работа Зависима От всего этого Значит Дальше Подумайте Что Подумайте о том Сколько бы Всего полезного Вы сделали Если бы не комментировали Фотографии Или не обсуждали Какие-то события Например У кого-то Где-то что-то То есть Насколько Ваше время Социальные сети Это конечно Пылесос Для времени Оно туда Прям всасывает Посмотрите Вокруг Может что-то Нужно в доме Сделать Может что-то Нужно Навестить родителей Может с детьми Погулять Оцените Ценность Пребывания В социальных сетях И ценность Своей собственной жизни Вот это тоже Мне кажется Очень такой хороший Это очень Конечно важно Ну и еще Если вы чувствуете Что после Просматривания Социальных Сетей У вас настроение Каждый раз Становится все хуже И хуже Да это тоже Показатель Чего Показатель Что-то я делаю не так Да конечно Очень часто говорят Особенно Например у подростков Тут тоже будем Отдельно разговаривать Да и вообще у взрослых Даже людей Они говорят Мы когда посмотрим Что например У Клавы Новая шуба У Паши Новая машина А я тут уже Третий год Никуда не езжу отдыхать Как-то настроение У меня хуже И хуже Становится Да то есть Вот эта Депрессия Такая Знаете Велотекущая Это тоже показатель Может тогда Дану их Эти социальные сети Может быть Дану их Социальные сети А может быть Так Что мне надо сделать Чтобы у меня была Шуба Машина И отдых Так Где мне надо Где мне надо Перестать смотреть В социальные сети Но поработать В это время Чтобы у меня Следующим сезоном Была шуба Отлично Ну что Пожалуй Наверное На этой ноте Мы сегодня Завершим Нашу программу У меня в студии Была Наталья Рыбакова Практикующий психолог Эксперт по отношениям Сегодня мы говорили О влиянии социальных сетей На отношения между мужчиной И женщиной Спасибо Наташу большое Всего доброго До свидания Практическая психология Практическая психология